Всем привет друзья из Астрахани как вы понимаете город арбузов город рыбы город мечты можно сказать для некоторых на самом деле мы очень рады оказаться в Астрахани и с удовольствием показать ее вам потому что мы сегодня приехали сюда впервые и будем делиться своими эмоциями начинаем как обычно прямо сейчас итак друзья мы доехали до одного наверное самого раскрученного среди туристов места это рынок селенские и сады именно рыбный рынок потому что есть еще в Астрахани большие сады но там продают все подряд и пряности и одежда и рыба и и все в общем короче но мы туда не поехали потому что знаем что здесь можно купить хорошую рыбу но здесь все очень дорого потому что это для туристов местные здесь по-моему сами ничего не покупают поэтому здесь надо торговаться но я вам открою секрет что мы ничего покупать не собираемся мы хотим просто попробовать потому что здесь дают попробовать и мы вам расскажем вкусно невкусно ну может быть даже что нибудь прикупим хотя сколько смотря сколько будет что стоить короче идем на рынок смотреть что к чему пробовать и наслаждаться астраханским госебриимством и и а и 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 Здесь, конечно, все разнообразие рыбы, которую можно поймать в Волге, и не только. Икра, опять же, щуки, икра лососевая, черная икра. В общем, все, что хотите, можно все приобрести здесь. Я не знаю, я что-то иначе не посмотрел. Но я видел, что полпилот стоит черной икры 12 тысяч рублей. Это недорого, мне кажется. А какая нам нужная? Щуки я еще не смотрел, еще не приценивался. Еще два ресночка. Да, мы пока смотрим. А щуки, икра есть попробовать? Я просто ни разу не пробовал, даже не знаю. Добавляйте подсолнечное масло, добавляется лучок, репчатый или наследочное масло просто. Крах свежая. Вкусная икра мне понравилась. Чего маленькую можно взять? Да? Ну, быть в Астрахани не взять икры? Ну, нет, конечно. Быть в Астрахани не поесть щучьи икру, это, конечно... Так, а цена какая получается? Так, смотрите, здесь 1600, здесь 2300. И за счет 4600 килограмм. Укра подорожала. Она была до этого на цель. Да, вот нам такую. Сейчас еще рыбу попробуем. Отсетра. А перчатку можно взять? Да не, не надо. Ну, классно. Соломноват. А? Они разные, да? Ну, конечно, да. В холодном копчении вялен. Это белуга горячего копчения. А что это? Белуга мне больше нравится. А, а это, а это... У меня сейчас закормите. Ну, ешь ты! Давайте вот маленький, прям, небольшой. Сказал же, ничего покупать не будем. Ну, ладно, раз уж приехали, надо что-то купить. Ну, как, у вас только не быть, они и поедут. Да, нет, я согласен. Это я согласен. Ну, в общем, получился кусок рыбы на полторы тысячи. А икра сейчас 500 рублей. Короче, в том месте она 2000 рублей. Ну, что-то дорого рыба, конечно, стоит. Ну, с другой стороны, где мы еще попробуем свежую рыбу? Рыба подорожала. Да, она сказала, икра подорожала. Все подорожало, друзья, все подорожало. Поэтому, да, в Астрахани не попробовать рыбу, это было бы смешно. И вы бы нас потом забросали негативными комментариями. Так что мы попробуем рыбу. Ну, точнее, уже попробовали, она вкусная действительно. И идем дальше, посмотрим, что еще есть. И еще у нас много открытий в Астрахани. Не будем задерживаться особо на этом рынке. Тем более, деньги все потратили. Здесь, конечно, рай. Для тех, кто любит вот эту соленую рыбу, я, в принципе, не очень люблю. Ну, смотри, вот 45 рублей за маленькую воблу я такую видел. И уже там чем выше, чем больше рыбина, тем дороже. Ну, короче, больше мы ничего себе не нашли. Воблу не стали брать. Достаточно того, что есть черные икры тоже. Извините, не хватает средств. Нам еще дальше ехать. Так что, все, выгружаемся из рынка. И едем дальше. У нас сейчас, кстати говоря, время обеда. И я так думаю, что вот как раз пора время, пришло время осуществить еще одно желание, поесть астраханской ухе. Будем искать. Вот так вот едешь по незнакомому городу, бац, дворец. И ты думаешь, что же это такое может быть? Вот вопрос вам на засыпку. Что же это может быть? Ответ. Это театр, оперы и балета. Прикиньте, какое богатство. Пойдем посмотрим поближе. Ну, конечно, роскошное строение. Ничего тут не скажешь. Смотри, тут еще фонтаны. Правда, они не работают. Потому что сезон еще закрыт. И, видимо, когда сезон открыт, здесь вот это все богатство и великолепие в полной мере можно увидеть, конечно. Не знаю, я так, знаешь, ничего себе в Астрахани опера и балет. Значит, хорошо, как в Москве большой театр. Но здесь еще круче, кажется. Сколько что-то этажей, представляешь? Я не знаю даже. Мне кажется, что... Ну, этажи 6-7, наверное, точно, да, есть? Ну, если одна большая. Ну, понятно, что там сцена несколько наверняка. Вот. Товарищ астраханцы, напишите, кто был в этом театре. Сколько там сцен? Ну, понятно, что здесь художественные студии располагаются. Всякая вот такая вот... Все, что связано с театром. Ну, просто интересно, какая там сцена. Мне кажется, должна быть прям очень шикарная. Раз здание такое, то сцена не должна подкачать. Итак, мы приехали с вами на обед. Посмотрим, чем угостят нас сегодня. И надеюсь, что это будет очень вкусно и достойно. Потому что мы строго оцениваем еду. Здрасте. Подушка прикольная. Так, ресторан из БАМа выбрали. Знаете, почему? Потому что, когда я изучал тему, конечно, есть дорогущий ресторан, который находится в центре на набережной. Но там не было ухи астраканской. А здесь она была. И цены здесь демократичные. Поэтому сейчас будем пробовать и заценим качество. Я думаю, что они не должны подвести. Здесь есть фирменные настойки. А вы же знаете из наших предыдущих видео, если есть настойки, то устоять я не могу. Это вообще фирменная какая-то... Как это называется? Знаешь как? Алкоголизм. Я знаю. Это фирменная на дубовой коре. А, березовый сок. Дубовая кора, березовый сок. Смотришь? Спасной лес. Ага. Ну, нет. Коры не чувствую я. Такая-то хвиновуха. О! Хвиновуха хороша. Настоящая. Давно, кстати, я такой хвиновухи не пил. В Питере в последний раз. Я прям так хотел ухи. О! Ставим зачет. Можно, конечно, было чуть-чуть понавариски ее сделать. Но и так хорошо. Со свиным жиром? Свинину добавить. Не, вкусно. Принесли Цезарь, но здесь он называется Зеленец. Почему? Что там секретного? Все то же самое. В общем, пока нормально. Да, неплохо. Как на поле чудес. Шкатулки в студии. Только вместо 5000 здесь счет. Ну, смотрите, на троих у нас получилось 2270 рублей. В принципе, на троих это поскольку под 900 рублей. Даже меньше. Как и даже меньше. По 700. Да, по 700. Вот. Так что отлично. Все. Расплачиваемся и идем дальше. Итак, мы с вами не могли, конечно же, упустить из виду, что в Астрахани есть свой Кремль. И, конечно же, как же наше путешествие без Кремля. Мы уже полюбили в каждом городе, чтобы обязательно был Кремль. Так что идем посмотрим, какой он здесь. Но он здесь старинный. Это уже точно, однозначно я могу вам сказать. А так, остальное расскажу чуть попызже. Кремль здесь белокаменный. Он, кстати говоря, очень древний. Был построен при Иване Грозном. Сначала он был деревянный. Но так как он находится на высоком Заячном острове и окружен был тремя реками. Волга и две другие. Там название не запомнил. Короче, он был окружен полностью водой. То стены постоянно рушились. И потом уже было возведено все-таки кирпичные стены. И что я хотел сказать-то по поводу... Забыл. Опа, да, наверное, хотел именно сказать про то, что он белокаменный. И находится до сих пор вот в таком отличном состоянии. Кстати говоря, сохранилось 22 объекта. Представляете, с тех давних веков. Сейчас мы их все увидим. Ну, точнее, может, не все. Но какую-то часть обязательно увидим и вам покажем. Вот эти въездные Причистинские ворота, так и называются. Они, кстати говоря, их украшает вот этот вот, видите, за моей спиной, четырехъярусная 80-метровая колокольня. Представляете? Вот такая красота всех вас ждет в Астрахани на входе в Кремль. Кстати говоря, вход сюда бесплатный. И время работает, по-моему, с 9 утра до 9 часов вечера. Так что можно ходить. И уже когда солнце сядет, чтобы было не так жарко, наслаждаться всей этой красотой. Вот этот величественный храм за моей спиной – это Успенский кафедральный собор. Он строительствуя ушло 12 лет, с 1699 года. И когда в 1722 году сюда приехал Петр I, когда он путешествовал по Астрахани, он, когда увидел этот храм, он просто был в таком восхищении. Даже, знаете, что сказал? Я тут себе цитату Петра выцепил. Смотрите. Во всем государстве нет такого лепотного храма. То есть ему очень понравилось. И, кстати говоря, все вот эти вот резные, все убранство, вот эта храма, оно сохранилось с тех времен. Даже, ну там, периодически, конечно, реставрировалось. Но все это очень даже старинное. И очень пропитано историей. Посмотрите, какая красота. Между прочим, друзья, вот этот вот круг, это не просто так. Это лобное место. Их всего два в России. И одно на Красной площади находится, а это вот второе. И здесь, значит, отличительная черта этого лобного места, то, что здесь не было казнено ни одного человека. То есть это лобное место не запятнено кровью. Здесь оглашались указы, были какие-то, ну, может быть, там порки, но людей не казнили. В общем, вот такое место интересное. А сейчас мы с вами пойдем в храм, потому что там есть одна вещь, которую я хочу вам показать и рассказать. Чтобы в храме мне не особо разговаривать, я вам расскажу тут. Отличительной чертой вот именно этого храма является то, что здесь находится восьмиярусный иконостас. Раньше, во времена строительства этого храма, было максимально, что строили семь ярусов, а здесь восемь. И это является одним из притяжений, притягательных мест именно из-за этого. Уникальность, притягательность, скажем так. Пойдем посмотрим иконостас, потому что он очень красивый. И уж закончим мы с этим храмом замечательным тем, что находятся здесь две церкви. Вот одна с большим иконостасом, которую мы вам показали, и совсем небольшая на нижнем ярусе. Поэтому он называется двухъярусный храм. Видишь, здесь так все более приземисто, потому что раньше это была усыпальница. А сейчас усыпальница внизу находится, а здесь вот сделали еще одно место для общения с Богом. Помимо церквей, храмов и, конечно, самой крепости, здесь вот еще можно парк такой видеть, можно спокойно, не спеша, никуда не торопясь, со своими мыслями погулять, отдохнуть душой, насладиться природой. Потому что, посмотрите, рядом Волга, здесь все зелено, такая красота кругом, нет машин. И просто все мысли у тебя переключаются на совершенно другой лад, и ты начинаешь думать позитивно. Чего и вам желаю, друзья. Думайте позитивно, и все будет вот так. Вот видишь, это Гаутвахт с моей спиной. Там сейчас выставка, то есть можно посмотреть, как там обстояли дела в те времена. Но мы на выставку не пойдем, тем более она уже закрыта, она до 17 часов всего работает. Поэтому мы пойдем дальше. расскажу вам немного про саму крепость и про сохранившиеся башни. Всего в Астраханском Кремле было 8 вот таких вот башен, но уцелело только 7. И вот это считается одной из самых мощных башен, называется Красное ворота. Именно отсюда был обрыв берега Волги. И так как крепость служила защитой от нападения на южные границы московского государства, то эта башня выполняла очень значимые функции, потому что говорят, что ядра с нее долетали аж 200-300 метров. То есть она такая была прям мощная-мощная. Ну и по виду она, конечно, мощнее, чем остальные башни, которые мы вам чуть попозже покажем. У каждой башни, конечно же, было свое название. И сейчас вот мы видим, ну я вижу перед собой, это Крымская башня, и вы сейчас тоже ее видите. Так что все башни, я думаю, смысла показывать нет вам, потому что они будут выполнены все в едином вот таком архитектурном стиле. Хотелось бы, конечно, прогуляться вот там, по балкончику, но я смотрю, людей там не ходят. Может быть, мы где-нибудь залезем и будем, как обычно, первопроходцами, чтобы за нами опять все ломануться. Ладно, не будем нарушать правила, потому что наше путешествие должно продолжаться. А если могут быть последствия, и путешествие может закончиться. А мы люди на позитиве, поэтому просто погуляем. Да. Большая территория, да, здесь? Смотри, вот можно уйти в какие-то отдаленные уголки, и здесь вообще никого, людей нет. Даже очень странно для меня, потому что все-таки это основное туристическое место в Астрахани. И я прямо сейчас хожу, действительно отдыхаю. Вот о том, о чем я вам говорил раньше, пропитываюсь вот этой атмосферой спокойствия и строю уже дополнительно какие-то планы. Так что скоро вы узнаете о них. Чаще гуляйте, друзья. Слушай, ну, видишь, все-таки желания сбываются. Главное правильно их озвучивать. Вот я озвучил, что хочу прогуляться, и вот мы нашли, где можно подняться на стену Кремля. Правда, виды не на Волгу, но все равно. Ну, гулять там особо негде, не разгуляешься, но, смотрите, друзья, тут, оказывается, есть еще обратная церковь. Никогда в жизни не встречал такого названия, и уж тем более не был внутри. Давай посмотрим, что там. Такая симпатичная маленькая циркушка. Слушай, ну, мне нравится, что у нас в городах все-таки сохраняется часть истории, причем такой мощной истории, как наша, и что это все находится в хорошем состоянии. Не в идеальном, но периодически реставрируется. В общем, все замечательно выглядит. Парки хорошие, Кремль замечательный. Астрахань пока нам очень нравится, так что мы продолжаем ее изучать и идем дальше уже на улицу для того, чтобы сходить еще в одно очень интересное место. Не переключайтесь. Все, пошел я. Пришло время немножко отдохнуть. Ну, сами понимаете, дорога, знакомство с городом, в общем, все нас немножко вымотало, и мы в такой пришли, я прочитал, это типа такой, знаете, улица баров, находится на улице Фиолетово. Не Фиолетовая, а улица Фиолетово. Но здесь есть одно заведение, здесь несколько баров, но одно заведение сказали, что обязательно нужно посетить, когда вы будете в Астрахани. Поэтому мы сейчас постараемся его посетить. Фиолетово, может, что-нибудь подсказать, рассказать? Нет, мы хотим выпить по пиву. А что нам рассказать надо? Если я могу провести, то вижу, что вы гости будете. Давайте, рад, проведите нам. Нам просто посоветовали сюда прийти к вам в гости. Действительно ли ваш бар такой культовый? Хотим посмотреть. Ну, давайте пройдем. Давайте. Бесплатная экскурсия. А здесь на несколько этажах, что ли, да? Здрасте. Какой медный? Ну, медный, потому что барный. А, так медный. Да, вот я читал, что вот эти эверанты прикольные. Я люблю такие атмосферы. Они там, в конце, ребята, покупают. Их тоже бар-зовы, бар-зовы. Бар-зовы, стойка. Фрэнс – это кальяна. Терпл-стрит – это бар такой более диджейский, коктейльный, маленький. Он типа вот как вагонек на первом этаже. Вот, это вся ботанка, она... Слушай, что-то. Уханом, никогда нет. Пойдем, бью у тебя возьмем. Слушай, как ни странно, он мне сейчас рассказал, что в Астрахани тоже система QR-кадо, хотя мы были в... Да, сегодня обедали, а нас никто ничего не спрашивал. Не знаю, может быть, это касается именно ночных таких заведений. Ну, короче, можно проводить время без QR-кода на летней веранде. Хотя нам, как бы, можно и внутри, так как у нас есть справка о том, что мы переболели. Поэтому, ну, мы выбрали самую летнюю веранду. Взял себе культовый лимонад. Это местный фирменный коктейль. Очень вкусно, кстати говоря. Прям такой... Стоит всего 250 рублей. И, конечно же, настойка. Но я попробую попозже. Ну, ладно, сейчас попробую. И настолько вкусно. Все мне нравится. Вот таким насыщенным, разнообразным и вообще каким-то сумасшедшим получился наш первый день в Астрахани. Поставьте нам обязательно лайк и напишите свой комментарий, что вы чувствуете по поводу первого выпуска. Мне кажется, что город нас еще удивит. Поверьте мне. А предчувствие меня никогда не обманывает. Так что все. Наши социальные сети все работают. Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. Мы везде есть. Охотно отвечаем на все ваши вопросы. А также наш хэштег ВотТак Ченнел, по которому найдете все предыдущие наши видео. У нас их много накопилось. Так что смотрите с удовольствием, пока ждете наш следующий выпуск. Пока-пока. Увидимся на канале ВотТак в ближайшее время. Все. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok